Всем привет! Это мое первое видео в виртуальной сборке ПК. Ну, почти. Кстати, не советую вам даже заходить на это видео, ибо я там несу откровенную вещь. Сегодня ваш покорный автор попробует показать вам сборку печи за 90 тысяч рублей. Все комплектующие цены на них были взяты с сайта Computer Universe. Ну что ж, приступим. Первое дело. Видеокарта. На данный момент более-менее идеальным выбором за наши цены будет GTX 10 и 80. Пролистав немного международную паутину, решил взять версию от Gigabyte с охлаждением Mindforce. Про данную видеокарту многие уже слышали, так что поехали дальше. Мы хотим добиться максимальной производительности этой видеокарты, следовательно, всяких Core 2DU и AMD A4 даже думать не стоит. Мой выбор пал на Intel Core i7 2 топора 2.0K. Если же вы помимо игр увлекаетесь монтажом или 3D моделированием, рекомендую взять камешек от AMD Ryzen 7 серии. Там уж сами посмотрите, какое вам больше по душе. Приступим же к засудам, по которым будут общаться наши компоненты, а именно материнская плата. Установил я MSI Z270 Gaming M3. В общем, довольно красивая мать с Z-чипсетом для разгона. Охлаждение на фазах питания, укрепленный разъем PCI-Express. Я еще долго могу говорить о ее преимуществах. Давайте далее. Выберем оперативную память. Я не думаю, что стоит переплачивать за эту маленькую полосочку с RGB световым излучением. Лучше переплатить за лишние герцы тактовой частоты. В нашу мать будет вставлена оперативка от G-Skill Aegee с двумя планками по 8 гигабайт с частотой 3 ГГц. Кстати, не знаю почему, но я не смог найти такой памяти в русских магазинах. Так что если надо, выберите сами какую-либо другую. Чтобы наша система работала со скоростью света, поставим эту маленькую планку. А именно SSD накопитель VD-M2 от Samsung серии Evo 970 на 250 ГБ. Под весь остальной хлам 1TB C-Gate Barracuda. Можно также взять и от VD Blue. Естественно, мы не оставим наш процессор на открытом воздушном пространстве под действием атмосферного давления. И защитим, плюсом еще и охладим его башенным кулером Thermal Ride True Spirit 90M Ref-A. Он рассеет все тепло от нашего процессора даже в разгоне. Дадим немного электроэнергии нашим комплектующим. Взяв блок питания, кулер мастер, мастер ватт на 650 бабушек ватсонов. При этом мы получаем честные 650 Вт по 12-ти вольтовой линии и черные провода. Боже, как же я их обожаю. Все время блевать хочется от этой радыки в компьютере. Запихнем все это в, по моему мнению, лучший корпус за свою цену от Aerocol Silent. В нем мы получаем отдельный отсек под БП, черную покраску и, конечно же, радующий глаз разноцветную полосочку на передней панели. Заебись! Четко! Я бы еще прикупил два вентиля по 140 мм на переднюю стенку корпуса для лучшей циркуляции воздуха в корпусе. К примеру, Fractal Design Silent Series R3. Ну что ж, данная сборка обойдется нам ни много ни мало в 93 тысячи рублей. Или в 1279 евро, или в 1495 долларов, или в 9523 датских крон, или в 25159 молдавских леев, или в 11957273 узбекских солнц. Ладно, что-то я разошелся, на что могу пожелать вам удачи. Попрощаться, всем пока.